Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Меня зовут Татьяна Молокова. Сегодня у нас в гостях Любовь Петрова, заместитель руководителя Чувашстата. И мы будем говорить о сельскохозяйственной микропереписи. Любовь Арвецовна, здравствуйте! Здравствуйте! Любовь Арвецовна, с 1 по 30 августа впервые в истории статистических наблюдений проводится сельскохозяйственная микроперепись. Вот что это за мероприятие и почему микроперепись? Вообще, если говорить о сельскохозяйственной переписи, то это комплексное обследование, которое проводится раз в 10 лет. И предусматривает собой обследование сельскохозяйственных объектов по единой методологии проводится одновременно, на какую-то определенную дату и проводится одновременно по всей стране. Но вот мы получили данные, прошло 10 лет, данные за это время безнадежно устарели. Тем более сейчас, когда у нас все так оперативно меняется, у нас прошла пандемия, у нас меняются технологии. Поэтому было принято решение, что между большими переписями будут проводиться микропереписи. И такая микроперепись впервые проводится, спустя 5 лет после последнего обследования. И опыт 2006 года и 2016, когда у нас проводилась большая перепись, показал, что все-таки изменения существенные проходят. Меняется структура сельского хозяйства. И вот сейчас будет проведена микроперепись. Она, конечно, она необычная. Она необычная в том смысле, что, во-первых, это впервые цифровая микроперепись. Если в 2016 году мы пытались частично обеспечить переписчиков планшетами, то вот в этот раз у нас планшетами обеспечены все переписчики. Еще у нас полностью обследуются фермерские хозяйства и сельскохозяйственные организации. То есть 100%. Но они должны самостоятельно заполнить переписные листы и прислать их либо через веб-сбор Росстата, либо через специализированных операторов связи в электронном виде. Смотрите, у нас сейчас очень модно подавать заявление или отдавать свои голоса за кого-то, если говорить о выборах, через сайт госуслуг. Сейчас во время микропереписи будет такая возможность? Нет, такой возможности не будет. Потому что сельхозорганизации уже привыкли и фермеры передавать данные. Они будут, как обычно, в статистику передавать данные. А вот то, что мы обследуем через электронные планшеты личные подсобные хозяйства, нам позволит два раза ускорить обработку данных переписи. И уже в ноябре текущего года мы получим предварительные данные о полученных результатах о пассивных площадях сельскохозяйственных культур, поголовья скота и птицы. А в чем значимость этой микропереписи конкретно для Чувашской республики? Ну, в целом для страны имеет значение огромное. И для республики в том числе. Вообще аграрный сектор – это ключевой сектор развития экономики. Это продовольственная безопасность страны. У нас аграрная республика. Для нас это тоже большое значение имеет. У нас в прошлом году было произведено на территории республики порядка 45 сельскохозяйственной продукции на 45 миллиардов рублей. Выращено 940 тысяч тонн зерна. У нас сельское хозяйство нам обеспечило 540 тысяч тонн молока. И надо сказать, что у нас при этом личные подсобные хозяйства дают порядка 39% сельскохозяйственной продукции. Они выращивают более 65% картофеля и овощей. 54% молока – это в личных подсобных хозяйствах, которые обследуются один раз в 10 лет. Ну, представьте, как за это время меняются данные. У нас разрабатывается программа поддержки сельского населения. У нас для того, чтобы выработать, актуализировать программу стимулирования перехода личных подсобных хозяйств, фермерских хозяйств, либо сельхозкооперативы, нужно эту программу адаптировать под сегодняшнюю действительность. Поэтому вот через 5 лет данные будут… Ну, то есть и можно будет сказать, аграрно-индустриальная мы республика или индустриально-аграрная, да? Если брать вот так вот достаточно просто, да, обывательски. Ну, нельзя сказать, что у нас аграрный сектор преобладает, но он весомую часть занимает развитие республики. И, наверное, можно тогда даже оценить вот ту господдержку, которая два года подряд у нас в республике, вот новая господдержка – это владельцам крупного рогатого скота выплачивали средства на одну корову, содержащуюся в хозяйстве. Можно сказать, да, вот как сыграла эта господдержка. Да, да. Оценить, как вот меры стимулирования, насколько они эффективны и скорректировать в нужном направлении. А, Любовь Орвецовна, можно вот подробнее рассказать о людях, которые будут ходить по подсобным хозяйствам, по личным подсобным хозяйствам, да, как их можно отличить, что у них будет при себе, как они будут защищаться от, там, может быть, нападений, как их отличить от злоумышленников. Вот будут ли у них там специальные познавательные знаки? Ну, вот надо сказать, что с 1 августа у нас к работе приступило на территории республики 490 переписчиков. Это, как обычно, весь удар на себя определили женщины. 93% из них женщины и только 7% мужчин. Из них у нас, получается, порядка 23% – это работники сельских и районных администраций. 32% – работники бюджетных организаций. 20% – это работники других организаций. 4% – студентов. 13% – пенсионеры. И только 8% – временно не работающих граждан. Как мы видим, ну, совершенно разнородный состав, и по возрасту отличаются люди. Они все прошли обучение, все умеют работать с электронными планшетами. Как населению отличить переписчика от злоумышленника? Ну, во-первых, у них обязательно при себе специальное удостоверение с высокой степенью защиты, и оно действительно при предъявлении паспорта. Во-вторых, специальная экипировка. Они все в масках, у нас маски зеленые, с эмблемой переписи. Они все обеспечены перчатками. Они все должны соблюдать дистанцию с респондентами не менее полутора метров. Ну, как бы, и при том, если все-таки население сомневается, что к вам пришел переписчик, да, всегда можно позвонить на сайт Чувашстата, там есть телефоны, и уточнить, работает ли такой человек у нас с переписчиком. Ну, вот опыт прошлых переписей нам показал, что как бы у нас достаточно спокойная республика, и, в принципе, обстановка, тем более население, она достаточно спокойная. Ну, и кроме того, то, что вот у нас в числе переписчиков все-таки представители администрации, люди их знают. Знают, да. Знают, доверяют. Любовь Арицына, скажите, когда будут известны результаты микропереписи, и когда вот мы уже точно будем знать всю картину по республике? Ну, вот уже в ноябре текущего года будут предварительные результаты, а в конце следующего года мы получим окончательные результаты переписи. Ну, это долго или недолго? Или это вот благодаря цифровым носителям это быстрее, да, делается? Ну, вот учитывая масштаб переписи, да, а у нас личных подсобных хозяйств только переписывается более 234 тысяч хозяйств. Представляете, обработать такой масштабной информацией? Всего по стране обследованию личных подсобных хозяйств занимается порядка 17 миллионов. Представляете, какой объем данных они соберут? Конечно, это все нужно обработать, проверить, собрать. Кроме того, хотелось предупредить население, что по окончании переписи у нас еще 2% личных подсобных хозяйств будут проверены еще раз. Это будут контрольные обходы. Поэтому, ну, что население не удивлялось, что к ним еще раз придет инструктор уже проверить работу переписчика. Кроме того, отличие этой микропереписи в том, что для независимой экспертизы, итогов переписи будет использоваться спутниковый мониторинг. То есть вся страна охвачена спутниковым мониторингом. И в разрезе районов страны, субъектов Российской Федерации будут как бы тоже проанализированы данные, которые получаются по фотографиям, спутниковым фотографиям. И это не просто данные на какую-то определенную дату. Это исторический срез. То есть там сравнят фотографии 19-го года, 20-го года, 21-го. И будет легко понять, все-таки обрабатывалась эта земля или нет. Это пашня или там ведутся ли там посевы, или там заросло все бурьяном и лесом. Спасибо за внимание. Я напомню, что сегодня о сельскохозяйственной микропереписи 2021 года мы говорили с заместителем руководителя Чуваштата Любовью Петровой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова